В прошлое воскресенье в Молдове отметили день 9 мая. Каждый отметил его по-своему. Кто-то пошел на возложение к памятнику, а кто-то отметил день объединения Европы. В многонациональной Молдове нет единения относительно того, что и почему мы празднуем. День 9 мая стал благодатной почвой для манипуляций сознанием людей. Да, и люди охотно на это ведутся. День завершения Второй мировой войны в Европе – это дата, которую мы обязаны помнить. Помнить об огромных человеческих жертвах, о трагедии для миллионов семей. От войны пострадали все, независимо от национальности, расы, вероисповедания. Мир увидел, насколько жестоким может быть человек и ужаснулся. После этой войны мир должен был сделать выводы о том, что такого больше допускать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. Часть мирового сообщества извлекла выводы, из чего появилась объединенная Европа. Но без малого через 80 лет важной победы России одной из победительниц во Второй мировой войне больше гордиться, похоже, нечем. К сожалению, российские лидеры не нашли другого повода для гордости в современной истории этого государства. Судя по российской пропаганде, в России год делится на две части – до Дня Победы и после Дня Победы. Полгода российские СМИ обсуждают подготовку к Дню Победы, а вторую половину года обсуждают то, как он прошел. Современная история нашего мира, который должен был строиться под лозунгом «больше никогда», говорит об обратном. Диктаторы с реваншистскими настроениями удерживают власть, как в Беларуси и в России. Войны и геноцид продолжают вспыхивать. Целые нации, как уйгуры в Китае, помещают в концентрационные лагеря. А ксенофобия и шовинизм все еще огромная проблема в большинстве стран мира. Человечество очень плохо выучило уроки над ошибками. Для того, чтобы понимать, что означает день 9 мая для нашей страны и для мира в целом, прежде всего, нужно быть честным перед самими собой. Нужно не бояться открывать все страницы истории. Кровавую историю Второй мировой войны и кровавую историю советского режима. Режима, который принес нам не меньше страданий и горя, чем война. Я не знаю ни одной семьи в Гагаусе, которая бы не столкнулась с трагедиями, голода и репрессиями послевоенных лет. День 9 мая совсем не подходящий день, чтобы кричать «можем повторить». Сама по себе эта фраза говорит о том, что человек не совсем понимает, что конкретно он может повторить. Это день, когда мы должны быть благодарны за мир и делать все для того, чтобы такого больше не повторилось. Не повторилось войны, не повторилось никогда. Без мысли о том, мол, я человек маленький, что там от меня зависит. От нас зависит многое. Во-первых, никогда не давать власть политикам, которые тиражируют такие лозунги, как можем повторить. Организуют хороводы под флагами СССР и чужого государства и вводят дружбу с кровавыми диктаторами. Как обычно, в этом году в Кишиневе марш в честь Дня Победы во главе с Игорем Додоном стал маршем флагов России и Советского Союза. Во-вторых, мы можем своим примером показать, что день 9 мая – это день благодарности и поощрения, прощения, извините, где нет места лицемерному тщеславию за победу и маскарада в военной форме. Ряженые в военную форму в день 9 мая вызывают столько же вопросов, как и те, кто любит лозунг про «можем повторить». Люди, не имеющие отношения к военной службе, переодеваются в военную форму и переодевают в военную форму своих детей. Я, честно, не знаю, что движет этими людьми, особенно когда они одевают в солдат своих маленьких детей. Детские психологи уже много лет говорят о том, что такие переодевания губительны для восприятия войны со стороны ребенка. Война – это трагедия, война – это всегда смерть, убийство, боль и горе. Это обесценивание человеческой жизни. А у нас детей переодевают в военную форму на праздник. То есть для детей с малых лет война отразвляется с праздничным днем. Более того, политики и чиновники это поощряют, как и система образования, например, в Гагаузии дают разнарядку в школах и детских садах, чтобы родители переодевали своих детей в военную форму для мероприятий по случаю 9 мая. Неужели родители, наряжающие своих детей в солдатскую форму, думают, что миллионы детей, прошедших войну, добровольно и с радостью надевали эту форму? Для многих это просто фан, к сожалению. Вместо при одевании полезнее было бы воспитывать себя и своих детей порядочными, честными и сострадательными людьми, которые точно никогда не допустят повторения ужасной трагедии 20 века. 9 мая – день победы из дня, когда без лишнего пафоса, потому что война – это не пафос, должны вспоминать и чтить память жертв ужасной войны превратился в навязанную нам идеологию. На идеологию мира, не идеологию мира, а идеологию войны с бряцанием оружием и одеванием в военную форму. Организаторы всех этих карнавалов на 9 мая приватизировали победу, отобрав ее у ветеранов, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. Отобрали у них не только победу, но и честь и достоинство, заставляя жить в нищете. И главный вопрос, который возникает, глядя на все мероприятия по случаю 9 мая в Гагузе, это следующий. А какое отношение дедушки и бабушки современных Гагузов имеют к этой победе? Наши деды не служили в рядах Советской Армии в году Второй мировой войны. И если были Гагузы, которые воевали на стороне Советской Армии, то это скорее исключение. Но все эти карнавалы в День Победы приносят политические очки их организаторам. Принял политик и чиновник в конфликте с законом участия в Дне Победы, создал эйфорию. И все, можно дальше нарушать закон и не отчитываться за потраченные бюджетные средства. Я не против того, чтобы в Гагузе отмечали день окончания Второй мировой войны. Наоборот, его надо отмечать. Только без военной формы и лозунгов можем повторить. Нам бы нормальные туалеты в каждой школе повторить было бы замечательно.